Обратите внимание, в ночь субботы на воскресенье в Мурманске будет ограничено движение. Это связано с празднованием крещения. 18 января с 23 часов будет запрещена остановка автомобилей на проспекте Героев Североморцев в районе Семеновского озера и Верхнеростинского шоссе. Тем временем спасатели продолжают организацию купелей. Всего по области их будет 17, из которых 2 в Мурманске. Ольга Щетинникова вместе с сотрудниками МЧС побывала на Семеновском озере. Совсем немного времени осталось до святого праздника Крещения Господня. И сотни мурманчан и жителей окрестных городов приедут сюда, на Семеновское озеро, чтобы окунуться в купель. Специалистами МЧС проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности будущих массовых крещенских купаний. Мониторинг льда и его структуры показал замерзшее покрытие соответствует требованиям и нормам. Накануне водолазы обследовали дно озера в районе проруби. Ничего опасного они не обнаружили. Хотелось бы напомнить, что в ночь с 18 на 19 января все желающие жители Заполярной столицы смогут совершить обряд омовения в специально оборудованной купели на Семеновском озере в районе домика моржей. Также сегодня уже можно ознакомиться со списком рекомендованных мест, специально оборудованных на территории Мурманской области, на официальном сайте главного управления МЧС России по Мурманской области. Опытные любители зимнего плавания приходят к домику моржей каждый день. Говорят, стоит один раз попробовать и плавание в почти ледяной воде становится неотъемлемой частью жизни. Все хвори отступают. Плохое настроение и депрессии закаленным пловцам и вовсе не знакомы. Я пришел в октябре, проплыл кружок, собственно, еще льда не было и так вот каждый день кружок, кружок. Ну, на крещение будет много народу желающих окунуться. Праздник вообще как бы не обязательно там заплыв устраивать, достаточно просто окунуться там три раза, как положено. Ну вот, как бы хороший праздник. Но нельзя забывать, прежде чем решиться на погружение в ледяную воду, следует посоветоваться с врачом. При его одобрении пройти долгий путь подготовки. Существует целая методика и, конечно, противопоказания, пренебрегать которыми опасно. А тем, кто еще не приобщился к ледяному плаванию, можно просто порадоваться за смельчаков и взять совет убывалых моржей. Их в Мурманске много. Мы как бы общаемся там, более тех, кто давно занимается, интересуюсь там, ну, как правильно все это поставить, скажем так. Нельзя просто так взять и прийти. Ну, как бы, можно, конечно, по идее, посоветоваться с врачом там, собственно, сколько положено. Вот. И тут дружелюбный коллектив, все так, как это сказать, нормально относятся друг к другу. В священной Иордане, так называют проруби для духовного очищения, в Мурманской области будут открыты в ночь с 18 на 19 января в 17 местах. Осветят воду накануне. Так на Семеновском озере в Мурманске купания начнутся в 21 час.